Добрый день, друзья! Программа «Несерьезные люди» вновь на ваших экранах на телеканале Юморбокс. Сегодня я, конечно же, буду не одна. У меня будет прекрасная гостья, красавица, которая занималась и парашютным спортом, и участвовала, работала в цирке, и в театре, и сейчас она снимает клипы. Ну, то есть у нас в эфире всегда приходят талантливые, молодые, красивые. И просьба нам звонить на номер 495-276-2949. Обязательно звоните, задавайте свои вопросы, потому что человек уникальный, столько всего он в жизни попробовал, так он к чему-то стремится, новому, интересному, масштабному. Мы поговорим об этом с Катей Браво, которая появится сразу после клипа. Звоните нам в эфир. А меня зовут Даяна Брюд. Начинаем! Ну что, друзья, снова здравствуйте! Вот она, прекрасная красавица, которая, как было сказано за эфиром, не любит никого подводить, не любит опаздывать. Выключите, пожалуйста, мне микрофон, уважаемый редактор. Спасибо большое! Звоните нам в студию. Я знаю, у Кати очень много поклонников ее творчества, потому что она столько в жизни уже повидала, столько она уже сделала, на стольких радио были и ротации ее песен. Сейчас она нам обо всем об этом подробнее расскажет. А у меня, Катя, к тебе сразу только вопрос с места в карьер. Смогла бы ты исполнить песню, которая тебе не нравится, но с человеком, который известный, популярный, для того, чтобы, как сейчас модно выражаться, хайпануть и прославиться. Вот песня, которая тебе не нравится, с человеком, который тоже тебе не очень приятен. Есть, наверное, некоторые нюансы работы, которые подразумевают какие-то некомфортные ситуации. Это не только песня, которая может не нравиться, это также и съемки видеоклипов, которые тоже для тебя что-то тебе некомфортно, и как-то все равно приходится собираться. Ну, ты же артист, да, есть какие-то моменты, которые, ну, необходимо сделать, где-то наступить себе на горло, но по-хорошему, скажем так, ради собственного же блага. Почему бы и нет? Если мне нравится сам артист, допустим, но не понравилась какая-то его композиция, может быть, я все равно каким-то своим женским талантом что-то, ну, внесу какую-то свою изюминку туда, что-то подправлю, я так всегда и делаю. Мне пишут песни обычно, мне не нравится половина, и я потом беру все, исправляю. А если вот, например, тебе скажут, нет, вот ни одно слово, ни одна нота не должна быть исправлена, вот это моя песня, я хочу с тобой исполнить, и тебе не нравится человек, и песня. И человек не нравится, нет, скорее всего, нет. То есть, если готова пойти в разрез с собой, если не нравится человек, и не исполняет, но если песня не нравится, то готова, и человек нравится. Я бы сказала так, что это будет видно, это, ну, я не смогу это сыграть, скорее всего, мне будет... Именно с человеком, а то, что песня так себе, ты можешь, да? Да, вот на песню еще соглашусь, а если человек будет неприятен, не смогу, просто... А, вот видите, сколько людей, столько и мнений, у меня чуть-чуть наоборот, у меня противоположное мнение. Если песня не моя, и я вот слышу на данном этапе, вот просто слышу демо-запись, или просто человек играет по комплиментам, я понимаю, я не осилю этот материал. Но мне же приходится с этим сталкиваться, тоже же приходят артисты. Ты молодец, потому что ты человек уже прожженный, ты понимаешь, что трудиться надо, и нужно выходить, как говорят, из зоны комфорта для того, чтобы что-то сделать. Да нет, даже если взять просто работу, да, там, съемки видеоклипов, что мы делаем с нашей командой, мы же не выбираем себе артиста, это артисты выбирают нас, и они приходят со своими песнями, которые им близки. А мы уже должны включиться туда и прожить эту песню по-своему, как бы написать сценарий, еще и не один сценарий, как минимум три, чтобы человек выбрал. И мы начали говорить на эту тему не о твоей, в первую очередь, музыкальной карьере, а так вот сразу перешли к продакшену, да, называется. У Кати Браво есть свой продакшен, который занимается съемками клипа. Я бы не сказала, что это прямо мой пост-продакшен, такой весь вот эта съемочная команда. А как называется? Это девчонки, с которыми я познакомилась также на съемках своего второго клипа, и мы вот как-то вот друг друга нашли, увидели, поняли, услышали и решили, что вот мне они близки, я хочу им помочь прежде всего, да, мне нравится то, что они делают, плюс мне очень нравится собирать талантливых людей. Я в какой-то момент поняла, что если я могу делать это для себя, почему я не могу делать это для кого-то другого. девчонки были на этапе, как бы, развития, да, и сейчас мы, в принципе, развиваемся. Как называется? Смайл-шут. Смайл-шут? У нас есть смайл-ньюс новости на юмор-боксе, а у тебя смайл-шут. Во главе у нас стоит режиссер Олеся Олейникова, да, которая... Так, на секундочку, все девочки в основном работают с Катей, то есть это, наверное, впервые такое. Обычно за камерой, да, стоят мужчины, а тут просто все девочки, поэтому, друзья, девочки, мальчики, мальчикам будет комфортно, девочкам будет комфортно с девочками, потому что, ну, некоторые стесняются. Мы знаем, что очень многие на съемочной площадке просто замыкаются, превращаются, не знаю, в такого, в статую и ничего не могут сделать. А тут, как бы, девчонки, они могут там своим ха-ха-ха... У Олеси не забалуешь, она вытащит душу, это точно. Да, Олеся это режиссер, который придумывает все сценарии клипа. Да, она пишет сценарий, мы это собираемся, обсуждаем, что-то, возможно, редактируем. Ну, в своих работах я, естественно, редактирую, как бы, многие моменты, да, чтобы мне было целиком и полностью, как бы, комфортно прожить эту историю. Но в основном все идеи закладывает она, она у нас такая ходячая энциклопедия. Слушай, это здорово, потому что найти человека... Я просто сама сталкиваюсь с тем, что нужно снимать клипы, и желательно не задорого. И у людей не очень хорошо работает фантазия в плане того, вот, создания именно сценария. Потому что, ну, просто потанцевать где-то что-то, в принципе, все просто, да. Ну, какая-то вот линия должна быть, да, интересная в сценарии для того, чтобы было его смотреть, ну, приятно. Это безусловно, но я скажу о том, что почему я пришла, собственно, к сотрудничеству с девчонками, да, и так оставила их за собой, ну, как бы, ну, еще какой-то круг расширила для них возможности, да, каких-то людей привела в наш коллектив, да. Это, прежде всего, потому что я сама один раз столкнулась с тем, что я отдала приличные деньги за съемки видеоклипа, и в итоге я получила то, что просто сказала, что это выйдет только через мой цикл. А ничего уже не сделаешь, да. Потому что у всех свое видение, да. Один съемочный день, так на секундочку, но стоит приличный день. Один съемочный день, если брать вот прям по минимуму, да, это не потому, что, когда многие приходят к режиссерам и говорят, что какие-то вы нам цены нереальные расписываете. На самом деле мы совершенно, я бы сказала, что мы практически ничего себе не собираем, особенно, когда нам очень нравится работа. Но вы пока работаете за идеи, да. Мы иногда вкладываем и свои деньги, чтобы эту идею воплотить в жизнь, да. Но расход тот, который, собственно, берет на себя артист, да, это самое дорогое, что у него там свет, аренда света, камера, да, и помещение. Многие локации еще и, если что, платные тоже. Это дизайнерская там одежда, это... Плюс строить какие-то декорации. Получается, что люди, как таковые, ничего не зарабатывают. Просто все уходит на вот эти вот нужды. И, то есть, когда говорят, что, а почему это так дорого, то есть, ну, просто начинаешь писать смету, а, естественно, мы всегда составляем и смету, и договор, чтобы человек конкретно видел, куда пошли все деньги. У нас совершенно все прозрачно, да. Потом постпродакшен, опять же, монтаж, цветокоррекция. Или у вас тоже есть люди в команде, которые этим занимаются? У нас есть человек, которым этим занимается. Он находится в Нью-Йорке. Это также достаточно известный режиссер Руслан Пилых. Отличается вообще вот нью-йоркская цветокоррекция от российской? Ну, наверное, он чего-то, может быть, там поднабрался, да, и, как бы, безусловно, Руслан растет, да. Да, но и когда он жил в Москве, вот, собственно, он снимал мне мое первое видео, Love That Goes Around, да, и я, когда его увидела, Русланчик еще снимал... Мы его посмотрим вскоре, минут через пять-семь. Да, прямо сейчас Русланчик еще снимал такие маленькие, коротенькие фэшн-ролики, и я, когда увидела эти фэшн-ролики, я говорю, боже... Со съемок клипа, да? Это гениальный человек, это просто, это мега талантливый человек, да, вот то, как он чувствует музыку, Руслан и снимает, и делает постпродакшн, и делает цветокоррекцию, то есть все полностью под ключ, да. Я когда увидела, подумала, господи, это гениальный человек, просто гениальнейший. И, соответственно, когда я с ним поработала, я в этом убедилась, ну, собственно, мое первое видео, и так пока что я не нашла ему замену. А вот если говорить о твоем вот этом первом видео, это песня, которая, с которой ты стартанула, да, насколько мне известно, она звучала на радио Диафэм, на каких еще радиостанциях? Она не просто звучала на радиостанции Диафэм, она вошла в 127 хитов по версии греческого чарта, аэроплей чарта, она вошла в британские чарты, она каким-то чудом выпустилась на американском лейбле, как же он, «Columbere Records», по-моему, называется, да, то есть, и просто... А кто написал эту песню? Откуда ты ее взяла? Эта песня родилась, вот не поверите, она родилась просто за дружеской беседой с моим хорошим знакомым Сергеем Николенко, да, он учился и долгое время жил в Америке. Может быть, после нашей беседы Катя напишет еще один какой-нибудь хит, я тебе этого желаю, посылаю тебе с Люиды, общались с ним, да? Ну, тогда был такой момент, да, был тогда такой момент, да, что мы, ну, достаточно близко общались и изливали друг другу какие-то моменты, да, и вот висело у меня на душе, говорится, что-то вот такое вот личное, что мне захотелось ему рассказать, он пришел практически в тот же самый вечер, сел и написал эту песню, просто наиграл на гитарке, скинул мне, я говорю, Серега, это хит, да, но я не могу... Он написал только музыку или текст английский? И текст, и текст. Он именно по английским текстам, да, специализирует? Он и по русскими, и по английским у него... То есть ты сама песни не пишешь? Я корректирую, я что-то не пишу, но есть очень неудобные английские слова, как бы ты их не говорила, мы не можем их выговорить именно с нашим... Но даже не то, что выговорить, а иногда спеть, да? Да, то есть... Приплюснутый какой-нибудь звук или буква, а спеть ее нужно там округлой, и тогда не получается. Наш русский говор не дает нам какие-то слова, именно вот, как бы подать так, как надо. Хотя английский язык самый певучий язык, в принципе, ну, как говорят. Ну, не знаю, мне кажется, украинский самый певучий язык. А ты из Украины? Нет, но я безумно люблю эту страну, и безумно люблю... И язык красивый, да, прям трогает до глубины души. Обожаю Океан Эльзы группу, прям... У меня... У меня нереальное количество фаворитов на украинской истории. Мы поговорим об этом позже, давай поговорим еще на вот эту песню. Вот вы ее сочнили, все получилось. Ты говоришь, все, давай аранжируем ее, я знаю, куда пойти, вы ее аранжируете. Я не знала, куда пойти. Честное слово, я была абсолютно начинающим артистом, и мне кажется, я не была еще тогда артистом по духу. Я просто... У меня была другая цель. Чуйка какая-то была. Не чуйки, ничего, абсолютно. У меня была цель, я хотела, чтобы эту песню услышал определенный человек, где бы он ни находился. Я задала этой песне такой масштаб. Мне кажется, что вот есть все-таки сила в словах, и мысли материализуются. Да, да. Если бы, наверное, вот не было бы вот такой вот сильной эмоциональной встряски, я бы сказала, что такой был посыл просто в этой песне, да, и я своего добилась все-таки. Слушай, как здорово, когда тебя могут услышать действительно по всему миру. Это настолько ценно. Скажи, вот ты смогла повторить успех посредством какой-нибудь другой песни, или вот пока вот этот вот этап твоей жизни самый-самый такой хай? Love That Goes Around пока что не перепрыгнула ни одна песня, но можно сказать, что наравне с ней наше последнее видео и песня, скорее всего, видео. Там сыграла больше песня, а Oxygen больше взял видео. Да. То есть вот… Мы тоже Oxygen посмотрим, но давайте сначала все-таки посмотрим… Love That Goes Around. Смотрим. Ой, друзья, это потрясающая работа. Я, честно говоря, просмотрела с открытым ртом, потому что я спрашивала Катю. Катя, это ты с темными волосами? Потому что я ее и не узнавала. Настолько два разных образа, даже три. И вот все такое сексуальное. Вот эти вот кучеряшки. Тебе, кстати, очень идут они. У тебя прям такая мягкая внешность. И, честно говоря, моложе так. Знаешь, лет на 15 ты выглядишь. Так 18, а вот с кудряшками на 15. Вот эти вот ножки, эта рубашечка-плечки. Я вот люблю вот эти вот всякие такие вот линии, когда ты вся в блестках. Слушай, мне очень нравится. Мне очень понравилась работа, мне очень понравилось видео, монтаж. Вообще все, что с этим связано. И я даже сказала за кадре Кати, что у меня есть одна песня, называется «Прогулка». Я еще обращусь к вам за помощью в съемке клипа. Рассказывай, что ты хотела сказать по этой видеоработе? Нет, ты одна спрашивала про черный парик. Очень долгое время мне присылали сообщение греки с просьбой дать ссылку на вторую девочку. На темненькую. А, да, то есть вообще ты реально абсолютно разная. Раздвоилась, да. Режиссер, выключите меня выход, пожалуйста. Спасибо. Раздвоилась, да. И, в общем, когда мы снимали это видео, выпустили, и говорят «Ой, ну зачем эта брюнетка в кепке такой яркий макияж? Ну почему она не оставила одну мягкую такую воздушную блондинку?» А греки наоборот. «Ой, зачем эта блондинка? Почему ты не оставила одну брюнетку?» И ты делаешь вывод, что ты все сделала правильно, правильно? Что и тем хорошо, и этим хорошо. Да, я не знала, что снимать для первого видео, решила охватить все вкусы. Это совершенно для первого видео, очень отличная работа. Ты, на самом деле, в кадре такая живая и интересная, потому что, ну, прям воздушная, интересная. На самом деле, от образа все идет. Не просто ты воздушная и интересная. Вот у тебя образ черная девочка в кепке, где ты танцуешь, ты двигаешься очень так жестко, напористо, со стержнем. А где ты такая, ты другая воздушная. Мне и хотелось показать… Красотка, да, пятерочку, потому что очень, ну, молодец, не все так много. Мне и хотелось показать, насколько я разный человек в своей первой работе, но я не думала, что это дойдет до того, что… Реально, как будто там три человека. Девочка, которая… Два-три человека. Девочка, которая в кучеряшках и девочка с темными волосами. Ну, как бы, когда писали на фейсбуке, я читала о том, что брюнетка, 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 брюнетка нравится. Я говорю, ай. То есть, в итоге не победила, да, какой-то образ? Какой образ? В России победила блондинка. На Западе победила брюнетка. Брюнетка. Ну, отлично, всем угодило. Скажи мне… Мы хотели поговорить про продакшн. Просто вдруг кого-то заинтересует, и кто-то захочет снять клип, такой же, как вот мы сейчас видели, и даже, я думаю, лучше. Время идет, и… Развиваемся. Все развивается, да. Сейчас уже возможностей намного больше. И ты сказала, что можно поговорить о ценовой политике. Вот, например, если люди захотят обратиться к тебе и к твоей команде, сколько это может стоить? Смотря, что человек хочет. Ну, это там тоже зависит от того, на что мы снимаем. Будет это фотоаппарат, да, который не позволяет делать репит, а будет ли это ред камера, да, будет ли… Ну, сейчас все на реды, да, снимают, насколько мне известно? Нет, есть еще лучшее качество, это алекса, которая дает еще больше глубину, да, то есть… Ну, я, конечно, склоняюсь к тому, чтобы, если сэкономить, допустим, на камере, то взять ред, тот же самый, там, ред эпик, а у них там различные-различные наименования, да, и дотянуть именно эту глубину, и вот этот вот именно такой вкусный цвет сделать на постпродакшене, который вот у Руслана выходит просто на пятерочку, очень стильно. Ну, вот, например, по минимуму, просто какая-то минимальная локация, пусть она будет бесплатной, да, ну, чтобы люди понимали расценки… По минимуму… Герои, актеры тоже все бесплатные… Фотоаппарат, локация, да, там, если герои там… Бесплатная локация бесплатная… Работа режиссера, оператора, людей на съемочной площадке, осветителей, там, скажем, дольщиков, гримера, в среднем там выходит 200-250 тысяч, то есть это прямо… Это прямо самый минимум, то есть это даже… это не ред камера, скажем так… И сколько на площадке человек в команде работает? По-разному, смотря сколько света… Это одна смена или это прямо… Это одна смена. Одна смена. Если бюджет идет минимальный, да, то одна смена. Прямо сразу же за 12 часов надо все снять и рассчитать так, чтобы человек там, если надо, сбегал голову помыть, сбегал сам помыться. Допустим, там, в моем клипе Oxygen мы тоже снимали… Нет, у нас вышло практически две смены, 23 часа мы снимали. Ого, прям одним… Прямо без передышки, да. Вот как зашли в павильон белый, так, собственно, я и бегала… Там еще были такие лесенки наверх, я вот по ним прям скакала, там, поправлялась или несколько раз ходила в душ, потому что надо было смыть сначала белую краску полностью с волос, с тела, потом надо было смыть черную краску с волос, с глаз, да, потом надо было отмыть масло. Ну, мы посмотрим этот клип еще в скором времени Oxygen. Я пока еще вот от того клипа, у меня, знаешь, такое приятное послевкусие осталось. А кому вы снимали уже работы, расскажи, клипы? Самая наша такая первая… Еще раз, Смайл… Смайл шут. Смайл шут. Смайл шут продакшн. Смайл шут продакшн. Ну, достаточно просто набрать Олеся Оленикова, режиссер, и информация сразу же выйдет. Ну, либо Катя Брава, да? Ну, как бы я-то… Правильно, кстати. Браве, Катя Браве. Не знаю. Браве. Если честно, не знаю. Если читать по чисто еврейски, то Браве. Если по французски, то Браве. А как ты выбрала этот псевдоним? Да, расскажи сначала, кому вы снимали. Это не псевдоним, это фамилия. Твоя такая фамилия? По паспорт. Да, да, это реальная фамилия. Да, да, это реальная фамилия. Но вы в крови замешана? Ну, как минимум пять, но это еврейская больше, мне кажется, фамилия. А, это у нас… Я евреев определяю по маме. Правильно. А у них такая определяется по маме. Русская. Папа… Папа… Что-то где-то есть, какая-то смешивая. Не, на самом деле, мы все чуть-чуть того, шалом там и все дела, потому что у меня тоже дед ядов. Я считаю, что самые красивые дети получаются от смешивания крови. Да. Потому что необходимо разбавлять иногда. Есть такое… Есть такое… Расскажи-ка, мы снимали уже видео работы. Самое. Недавно это приходило… Там… Что было со вкусом… Группа… Группа Hello. Чувство Хоко. Да, это наша последняя работа. Такое интересное название, да. Мне очень понравилось. Я реально смотрела, это был как мини-фильм. Потому что, ну, ребята не супер, такие известные, да, кто могут большие деньги башлять за клипы. А клип смотрелся очень, ну, дорого. Это как раз-таки… Спасибо Русланчику, который сделал насыщенные, такие вкусные цвета. И вот… Получилось. Мне очень понравилось. Ну, ты так скромненько стояла. У нас есть звонок. Звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, дорогие девушки. Я как раз слышу, что идет речь о клипах. И вот, следовательно, мой вопрос в эту же тематику. Хотела бы спросить ведущую эфира, прекрасную певицу Даяну Брюль. Даяночка, скажите, слежу за вашим творчеством. Очень нравится ваш клип на песню «В небо». И знаю, что вы сейчас готовитесь к съемкам нового клипа. Расскажите, когда ожидается выход клипа, какая тематика. Приоткройте какие-то тайны. Очень ждем. Спасибо. А как вас зовут, милая девушка? Спасибо за звонок. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Я звоню из Москвы. Мне хочется узнать еще, когда ожидают следующие выступления. Спасибо. Где можно вас увидеть и послушать. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Можно я еще ваш вопрос переадресую нашей гости? Потому что сегодня все-таки главный человек – это наши гости. Катя Браво. Я расскажу чуть попозже о своем клипе. Катя, у тебя когда планируются новые клипы? Новые клипы, да, я думаю, что вот в ближайшее время что-нибудь… Ты уже над чем-то работаешь, да? Обязательно снимем. Есть песня? Песня есть, и не одна есть. Именно ты сейчас определяешь… А, еще пишется пока. Ну, как бы они постоянно пишутся, им постоянно в поиске каких-то новых песен. Там, да, у меня и американский продюсер над этим работает. В России ребята тоже прекрасно пишут те же самые группы Hello. Да, так что обращайся по всем вопросам. Здорово. А у меня будет клип на песню «Накануне весны». Вот уже буквально у нас все готово. Просто ищем помещение, где снять опять же за кадром. Спрошу у Кати, может она мне подскажет. Нам нужно такое определенное помещение, очень темное, без окон, без дверей. Съемка будет на песню «Накануне весны». Это лирическая песня. Ну, на мой взгляд, она очень такая проникновенная, душевная, трогающая, интересная. Поэтому ждите, надеюсь, к концу апреля уже выпустим. Расскажи, вот, например, ты говоришь, мы работаем всегда над песнями, и клип пока еще не знаю на какой песне. Вот, например, ты сегодня, вот тебе написали новую песню, ты захотела на нее снять клип. Через месяц тебе написали еще другую песню. Ты хочешь уже на нее снять клип? Как ты вообще определяешься в этом? Бывает и такое. Серьезно, бывает и такое. У меня просто вот есть спектр написанных песен. Я уже из них подстраиваю там под время, да, чтобы там, например, быстрая, лирическая, быстрая, лирическая. Вообще ничего не могу построить, у меня все идет вот так. Хаотично, да? Ну, и тебе, в принципе, ты в этом себя хорошо чувствуешь, да? Ну, как сказать. Или нет, хотелось бы чуть-чуть упорядочить? Хотелось бы быть более организованной в этом плане, но не получается. На самом деле, ребят, Катюша у нас из города Пермь, и я, насколько мне известно, твои родители вообще от музыки никак не касались. Никак не мамы, да? А как случилось так, что ты вот пошла в музыку и решила петь? У тебя есть музыкальное образование? Я его пыталась получить. Эстрадно-джазовый, да? Да, эстрадно-джазовый институт. На артенке что? Нет, на филе. А, на филе. Институт современного искусства, да, но я ушла в академ. И вот пытаюсь выйти, но... Давай, Катя, выйди, выйди. Пытаюсь выйти. Обязательно выйти, но учиться надо. Из академа, но когда начинаешь расставлять приоритеты, ты понимаешь, что работа стоит все-таки на первом месте. Не, ну можно учиться на заочном. Я не считаю это учебой. Ну, какая учеба на заочном? Зато ты там обрастешь новыми знакомствами, найдешь еще каких-нибудь людей новых, кому можно снять клипы. Вы бедна. Они и так меня находят. Катя также училась, друзья, не поверите, она вам и в цирке выступала, и в театре работала, и парашютным спортом занималась, и фокусы умеет показывать. Правда, сегодня нам не покажет, но придет в следующий раз, покажет. Метод прилипособления для этого. Расскажи, Катя, вообще, как тебя вот так вот поносило в цирке? Просто ты пошла в цирк в 14 лет, сказала, мам, я хочу в цирк, и тебя отпустили? В 14 лет уже ушла из цирка. А, ушла. В цирк пришла довольно-таки рано, совсем маленькой. Мы посетили выступление одной цирковой труппы, и вышел руководитель и сказал, что всем желающим welcome. Я пришла, говорю, мам, мам, хочу. Ну и втянулась, и все. Втянулась, не пожалела, как обычно дети, знаешь, мама, я хочу играть на пианино или на гитаре. В итоге их приводят, они там год-два поучились, мама, я не хочу. Ой, ладно, бросай. Нет, у меня такого не было. Ты такая целеустремленная была, да, и серьезная барышня. Я бы не сказала, что я прям была такая серьезная и целеустремленная, но как раз-таки я сама ходила, как раз-таки и цирк, потому что там был такой руководитель Светлана Владимировна, она умела пинать, нормально сдвигать с места, и как бы, ну, я такой человек, который суперответственный с детства. Да. Я, естественно, я, естественно, не могла подвести, особенно когда я перешла уже из подготовительного в основной состав гастролирующий, для меня это, конечно, было, ну, как, я уйду, а кто, никого нет на мое место. Да, незаменимых-то нет. Ну, а потом, нет, я не боялась того, что меня кто-то заменит. Как раз-таки, когда я увидела, что меня кто-то заменяет и там, и там, и там, я поняла, что я уже выросла. Надо уже дать дорогу молодым, так же, как там в модельном бизнесе. И после этого Катя ушла в театр, да, и служила в театре. В какое время? Ну, как правило, я служила, да? Играла в спектаклях, да, на протяжении двух с половиной лет тоже этот период почему-то для меня, я его как-то смутно помню, да, вот именно период театра. Да, вот как будто как раз и пролетело. Но могу сказать, что у нас тоже был замечательный руководитель и уже туда были замечательные ребята в коллективе. Собственно, видимо, какой-то из этого опыт я тоже вынесла. Ну, определенно, все, что в нас накладывается, все на мажечок откладывается. Да, но для меня, вот для меня съемки, вот что театр, что кино, да, вот съемки, там, сериалы, это для меня все безумно скучно. Я просто терпеть не могу эту рутину. Ну, это клип это что, это там сутки-двое, а то и 12 часов сутки или двое-трое. Слушай, ну а музыка не рутина. И все, и ты выпускаешь. Я вообще считаю, что все рутина. Ну, как? Есть, смотри, вот ты учишь песню, ты ее учишь, да? Ну, это как, для того, чтобы врасти, нужно учить песню. Учу ее на 1, 2. А, ну, смотри, что учить. Я, например, сейчас учу «Run to you» у Витни Хьюстона. Ну, как бы, это очень сложная вещь для того, чтобы выпивать какие-то... Сложно, я сама я учила. Да, поэтому нужно сидеть и циклично одну и ту же прорабатывать, там, не знаю, строчку. Так, строчка. Один милизм надо прорабатывать. Да, да, да. Один милизм. Поэтому все рутина. Просто смотря с какой стороны, любишь ты это дело или не любишь. Съемочный процесс, вот, долгий не люблю. Одно и то же, вот, не люблю. Если клипы снимать, это вот мы на сутки, на двое, а потом, хоп, продукт, получаешь, уже видишь свои результаты. А когда вот в кино, даже одна смена в кино, ну, для меня это просто застрелится. Просто очень много ждать приходится, да? Если роль особенно не главная, то, получается, ты 10 часов ждешь и 2 часа работаешь. Пока тебя еще 5 часов гримируют. Ну, это сложно, да. Мне проще, мне проще в таких каких-то моментах... Лучше прийти, выдать сразу все максимально и уйти, да? Пока ты ждешь, ждешь, ждешь. Даже проще стоять за кадром и руководить процессом, чем вот просто вот это вот сидеть, ждать и обдирать буфет. Я тоже не люблю ждать. Невозможно просто. И после театра, Катя, ты улетаешь в Японию, а нет, ты приезжаешь в Москву, да? Я приезжаю в Москву и подписываю свой первый контракт с Южной Кореей. С Южной Кореей и становишься моделью. Ну, как бы я и до этого была уже такой достаточно сильной воспитанницей там Пермского модельного агентства, да, у Эльмиры Владимировны Лисихиной, это модельное агентство Angel в городе Пермь. То есть вот она меня как-то вот так увидела, позвала к себе и оберегала, да, и я уже была подготовлена. Но когда я попала, конечно, в другую страну, мне тоже как-то там так повезло. У нас просто вот Корея, видимо, это страна вот для молодых как раз моделей, где девочек буквально просто оберегают, оберегают, да, с нами возили. Это не русский, да, модельный бизнес, чуть-чуть другое? Ну, в России так посложнее. Да, не сказала бы как раз таки, нет. А если брать, допустим, тот же самый Китай, да какой, в Японии, все эти азиатские страны, которые производят вот это нереальное количество одежды, это одни съемки, 550 тысяч переодеваний. Так ты жила там какое-то время? Да, я жила, я жила и в Корее три месяца, и в Японии два месяца, и в Китае два с половиной месяца, то есть где я только не жила. И на всех вот этих съемках. Видите, ребята, как важно рано начать для того, чтобы человек что-то понял в этой жизни, ну, куда-то на какую-то колею пришел, понял, что он хочет от жизни, кем он хочет быть. И для этого нужно очень рано начать, мне кажется, в 14, в 11 лет дать ему, ну, ребенку свободу выбора, да, не направлять его куда-то. Ну, можно направлять, конечно. Да невозможно выбрать, просто у меня так, как говорится, звезды сложились, если родители не помогают и не берут там за ручку, в какой-то момент не отводят по всем секциям, то, ну, ребенок может просто пропасть. А мы не будем пропадать, мы будем смотреть Oxygen и наслаждаться этой видеоработой, потому что у нас осталось совсем немножко времени до конца эфира. Да, да, мы с тобой все проговорили, но еще будет один выход, мы ждем ваших звонков и давайте насладимся работой Oxygen от Кати Браво. Ой, друзья, смотреть на женское тело можно бесконечно и в красках, и в масле, это восхитительно. Такое красивое тело, Катя, ну, блин, ну, простите, я не могу бы не прокомментировать, потому что ценю и люблю женскую красоту. Два месяца пришлось сидеть на сушке, чтобы воскоголиться. Ну что, да, ты так применяешь это к себе, а постоянно на диетах сидишь. Я бы не сказала, что диета, режим, так проще, да, естественно. Мы за кадром говорили с Катей о том, что она сама, ну, она не говорила о себе, это я сделала вывод, что она сильный человек, она говорит, я всегда в команду беру к себе сильных людей. Я могу сказать, что это качество такого лидера, да, когда ты выбираешь человека сильнее себя, смотришь на него, восхищаешься его талантом и даже где-то в каких-то моментах растешь, да. Когда у тебя в команде таких много людей, и ты за каждым чуть-чуть от того, чуть-чуть от того растешь, это прекрасное чувство, потому что есть люди, да, которые, ну, не имеют в себе таланта, как имеет Катя, собирают людей, искать именно талантливые. Они имеют большой эгоизм. Да, они имеют эгоизм, они зациклены на себе, вот я такой самый хороший, у меня лучше всех все получается. И, ребят, берегите в себе это качество и воспитывайте его, у кого нет, потому что это помогает. Делитесь идеями. Самое, как говорится, самое важное, чтобы вести свой бизнес, любой, вообще, в какой бы сфере вы ни находились, должно быть несколько моментов. Это все люди сильнее вас, умнее обязательно и сильнее вас. То есть изначально надо быть с этой мыслью в голове, да? Да, не стесняться того, что кто-то вами, там, как говорится, руководит. Меня это совершенно не смущает. Я выполню все требования режиссера, это первое. И второе, это люди, которые с вами работают, они, ну, то есть, естественно, вы их собираете, да? Люди, которые с вами работают, они получают больше у вас. Вы получаете меньше всех, по сути, зарплату. Потому что если ваши люди растут, да, то вы начинаете так же вместе с ними получить все больше и больше и больше, да? То есть, как бы за ними тянетесь. И, собственно, здесь и весь результат и кроется. То есть еще плюс опыт, который набираешься сама в процессе съемок. Да, набираешься. Потому что я столько моментов по съемкам не знала, да, когда вообще вот во все это влезло. Но также в каких-то моментах Олеся и меня слушает, потому что у меня там 10-летний опыт в кадре, да, и какие-то моменты даже... Ты сразу хоп, ой, вот это просто нереально сделать. Пусть это будет даже просто там, я не знаю, волосы, там, завивка. То есть, чтобы получить такую завивку, чтобы из этой завивки быстро переделать другую прическу, как будет комфортно. Это важно, логистика на съемках, когда тебе нужно снимать 23 часа и 10 раз помыться. Каждая минута на счету и каждая переработка это большие деньги. Да, да, правильно. Логистика это твой конек видео, да, Катюш? А скажи, как занесло в парашютный у тебя спорт? Парашютный спорт, ну, это... Любишь, лета... Как сказать, мне сказали... Экстремалка. Мне подарили прыжок на день рождения и сказали, что если ты прыгнешь с парашютом, то у тебя изменится жизнь. Да, мне, кстати, тоже такое говорили. Мне говорили, и я говорю, все, я пойду, пойду, ребят, с вами буду прыгать. И взяла, позвонила родителям, сказала, мам, пап, я хочу прыгнуть с парашютом. Они сказали, Яна, ты что, ни в коем случае у сердца, та-та-та. Ну, я не стала, конечно, прыгать. Ну, вот я хотела, как раз из-за этого, скажи, что реально поменялось что-то? Вот не поверишь, на 180 градусов. Просто. Все поменялось, да? Вообще, это был такой период в моей жизни, да, вот, как говорится, прыжок с парашютом, и жизнь вот так, сразу же, просто все другое. Ты просто была к этому готова, я не знаю, ты к этому шла, и тебе так это все под сердцем преподнесли. Я этого хотела, видимо, я этого желала, и поэтому, наверное, я на этот прыжок-то и пошла. Вот как раз-таки с этой мыслью в голове я сейчас прыгну, а жизнь раз и поменяется на 180 градусов. Да, мы уже говорили о силе мысли в начале нашей беседы, что сила мысли у тебя сильная. Она опять, да, себя подтвердила в этом моменте. Я хотела поговорить о репертуаре, вот, ты знаешь, да, что в России с английским репертуаром, ну, сложно, люди должны понимать, о чем поет артист, как, ну, сопереживать ему. Я бы не сказала, да, может быть, это гораздо меньшая аудитория, но нет, если делаешь качественную, хорошую музыку, да, даже, там, я не знаю, ну, возьмем, возьмем ту же самую группу Плазмы, да, которая была, там, первая англоязычная группа в России. Первая группа, сама понимаешь, мальчики, а по мальчикам всегда девочек, а девочек больше, поэтому девушке, ей уже изначально сложнее. Я не ставила себе каких-то вот определенных рамок, да, что вот я хочу быть вот такой или вот такой. Ну, ты просто идешь от своей природы. Просто я услышала песню, которая мне понравилась, у меня родилась идея, я ее записала, я снимала на это видео и вот так отправила все мысли в космос, да, космос мне ответил. Я совершенно не думала о том, что какая аудитория меня воспримет и кто, ну, как бы, кто будет мой зритель и слушатель, да, то есть просто старался охватить максимум. И на самом деле вот эта песня, да, «Lavda goes around», она задала высокий уровень и, ну... Я тебе желаю повторить и не один раз, а повторить и гораздо выше повторить, чтобы написалась та песня, которая... Да, я совершенно не держусь за, допустим, там, за Россию, вот, чтобы вот собрать русскую аудиторию. Я, ну, наоборот, как бы, под впечатлением от этого успеха, да, мне хочется... Хочется быть на новый уровень. Мне хочется держаться, ну, вот, именно держаться прям вот самого высокого уровня, задавать самую высокую планку. Ну, очень хорошо. Это безумно тяжело взваливать на себя вот такую, можно сказать, непосильную ношу, ну, там, долбить-долбить-долбить в одну свою идею, да. Я записываю русские песни, я записала. Вот, давай поговорим. Русская песня «Неважно», да, по-моему, называется? А, этот, как бы, это такой некий, да, мой эксперимент. Как назвать? Не важно, да, или... Не важно, как бы, да, это была такая... Такая скромная! Миленькая песенка к Новому году, да, вот, спой, ну, спой, спой на русском, вот, был там у нас один продюсер, говорит, ну, давай попробуем, ну, давай попробуем. Поняла, что не твое? Тогда поняла, что нет, совсем не мое. Все-таки английский язык, да, я просто не нашла, видимо, своего... Автора. Автора, звукорежиссера, потому что почему-то английский, вот, язык, он ложится прямо на мой голос, и мне вот в нем комфортно. Он такой темп-ритм нравится, такой немножко качевый, модненький такой. Русский для меня пока что еще загадок. Ну, ты правильно сказала, ты не нашла своего автора. Я... Нет, я... Нет, я прочую... Могу прочувствовать песню очень глубоко, на самом деле, у меня нет такого, что я... Я не слушаю, там, допустим, там, не знаю, Виагру, я не слушаю, там, нет, я обожаю Валерия Меладзе, я обожаю группу «Руки вверх», да, и могу послушать. То есть у меня музыка, она, там, не знаю, по настроению, то есть от Рамштайна до «Руки вверх», то есть, ну, вот так. И просто я не знаю, как мне петь на русском, и вот сейчас песню, которую я записала, более-менее я поняла, потому что абсолютно другой тембр голоса, и вот если сравнить английскую песню и русскую песню, такое ощущение, что это поют два разных человека. Это же здорово, когда человек может тембрально, как Алла Пугачёва, у неё было несколько тембральных окрасок, она могла, это же здорово, когда ты пишешь песни. Да, но на начальном этапе, на начальном этапе лучше ведь иметь свой узнаваемый голос, да, ну, тембр какой-то, специально, специально... Ну, грубо говоря, если поёт Олег Газманов, да, включить радио, то все слышат, что это Олег Газманов поёт. Согласна. Расскажи вообще, что планируешь, вот у тебя будет съёмка клипа скоро, да? Да. На какой песне? На английскую. Давай устроим какой-нибудь, я не знаю, кастинг, кто за, знаешь, я за эту, я за эту. Кто за русскую? Какие у тебя две песни? У тебя есть русская и английская, да, Нарча Шишу? И вот, ну, так как мы собираемся... Давай русскую, я за русскую, знаешь, почему? Потому что у тебя уже есть три английских иностранных клипа, мне кажется, что русская. Ну, во-первых, это со всех сторон русская, да, русская аудитория. Я бы хотела бы сделать так, вот когда не знаешь, что выбрать, бери... А, конечно, это да, ну, просто начать с русской, а потом ещё английского. Так как мы летим в Америку, да, я лечу по приглашению своего американского продюсера... У тебя есть продюсер? Ну, песни, вот весь, собственно, съёмки, да, ему безумно нравится со мной работать. И не просто, ему не просто нравится работать со мной, как с артистом. Так как мы летим туда всей съёмочной командой, он, естественно, сразу же был воодушевлён. И всех своих артистов, все, кто, собственно, у него есть, он всех собрал. И вот кому-кому надо видеоклип прямо вот сейчас снимать, вот у меня здесь прилетит русская суперкоманда. Он всем показал наши работы, там все остались в восторге. И ты же он прям такой, под адреналином, когда работает с тобой. Да, ему очень нравится, как я работаю. То есть он, естественно, пытается загрузить меня работой и для, как артиста, и как продюсера видеосъёмок. Слушай, Катюш, наш эфир подходит к концу. Хотела тебе пожелать успехов и удачи, чтобы твои клипы поднимались в топ, чтобы ты вышла на зарубежный рынок. Ну, это, конечно, очень сложно, но мне кажется... Тем интереснее. Да, да, сложные проекты, они всегда гораздо интереснее. Чего идти по протоленной дорожке, по которой... Знаешь, когда мы выиграли лучший американский фестиваль в Калифорнии, я думаю, что вот всё не зря сейчас. Пусть таких фестивалей в твоей жизни ещё будет очень много-много. Спасибо, что пришла к нам сегодня в студию. Мне кажется, беседа получилась, ну, такой достаточно оживлённой и интересной. Я думаю, что вы о Кате узнали очень много. Это интересный, талантливый человек, а главное, скромный, который умеет собирать вокруг себя талантливых людей. Это дорогого стоит. Друзья, с вами была программа «Несерьёзные люди» с Даяной Брюд. Это была Катя Брави. Мы посмотрим ещё один замечательный клип «Never let it go». Друзья, всем хорошего настроения и хорошей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok